И так, вот только одну минуту назад я придумал идею обозревать серию Splinter Cell. Так, просто в голову пришло, язом 66, нормальный озон, настоящий, отщеплённый озон с генецифицированным мозгом, с лоботомией сделанной, с вылеченной синдромом Дауна, дебилизмом, алкоголизмом. Я делал нормальный обзор, всё реально пошло, все играли, всё пошёл. И вот серия Splinter Cell. Первый Splinter Cell я, естественно, пошёл, как только она вышла на Xbox, первую сначала записал. И графка была охрененная просто. Или там показали на каком-то Е3 сначала, какие-то левые стримшоты, типа конкурент Metal Gear. Соответственно, на ничем похожем-то на Metal Gear-то не оказалось, потому что в ней была реальная графика, динамические тени, которые вообще нигде не было, даже думка он тогда не вышел. Там уже и главный гипо был интересный очень. Хотя он и был абсолютно абсолютно в сравнении с последней частью Splinter Cell. И там, ну реально интересно, об этом сложно одновременно. Игра только поражала, да, на компьютере она тоже, по-моему, вышла. Сразу или, не помню, через месяц. Ну, главное, это будут совсем три. И там, так нормально, сюжет ничего особенного, конечно, но так круто всё. Именно на геймплей держалось всё, там, на таком там... Играфике геймплей, графика там... Это была просто новая игра, была тренерная. Потом начали её репортировать на Gamecube, PlayStation 2. И там вот эта игра так дерьмово выглядела. Там действительно показывается превосходство первого Xbox. Реально Windows 5 раз мощнее на PlayStation 2. Там в два раза с Gamecube. То есть в PlayStation 2 там даже уровня меньше размеров делать. Представляете, там вылезли на полкарты. Всё тормозило, и джойстик этот сраный. В PlayStation 2 всё видно давно. На Gamecube там тоже говно. Вообще никаких эффектов нет. Это просто классно, что придумаешь нам больше, чем график, чем в PlayStation 2. Там бутонсово не придумали, а там всё будет такое. Игра у тебя вообще в полосках, линиях. Больше не может эффекты, блять, размытили производители. В общем, полное уделище. Игра делилась в начале на Prodex Boss 3, то есть первый Xbox. Потом вышла следующая, по-моему, Чарлст его гнет. В Pandora Tomorrow. Там добавили много всего, например, шлепы начали одевать. одевать после первой тревоги шлема, потому что третья игра заканчивалась. Ну так, улучшили тоже достаточно, сюжет добавили, придумали новое. Достойная такая штука. И графику улучшили, да. Дизайн главный лучший. Потому что, к первому, в Петерселе он был такой урод, главный герой, какой-то хрен вообще. Бесхарактерный урод, какой-то армянин вообще. И ты даже не позаботишься толком, они вообще хотели сначала его старым делать идей. Чё, хуели, блядь, ему там 70 лет, блядь, 80, блядь, он нахуй с белыми лосами стрелька, где пикать собрались, блядь. Все эти дизайны созданы давно, тогда в дизайне не было. Делать ничего, все бездарности были, они там, ничего никто не знал, как делали, что, как привезёт, что. Ну так, ну дальше начали это исправлять, развивать, потом вышли, там, Даба Лайджинг, или ещё что-то уходил. Все точно скажут, что сейчас, что поют, то и говорю, что вспоминаю. Там уже реальная графика была охрененная или нет? Даба Лайджинг уже вышел на Xbox 360. Да. А там ещё была Pandora Tomorrow. Вот. И Charles Theory. Я уже забыл, чем они отличаются. Charles, Pandora Tomorrow. Там был какой-то хитраец или японец, что ли там ещё какой-то. И... Ну, я забыл, я буду про Даба Лайджинг, который вышел на Xbox 360. И вот эти ебаные депошки 2х3 на Sony пектили. У нас, представка, может 1080p производить бот в этот бус говно. А они маленький вопросок ничего не делали. Они взяли и выпустили эту игру через патч. А наша лангра нормальная, 1080p играет. Только куда-то и всё нахуй так обостроили эти 100 непонятных странах. Вот. И на там пены и всё. Я уже не помню. На Xbox 360 я первый играл. Там всё так нормально сделано. И главное ещё реализма побольше добавили. Чего-то теперь после трёх 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 играть. А там же даже есть прикол такой. Там на базе, когда идёшь ему этот лайнберт. Или кто-то говорит, типа, осторожней, три тревоги. И там типа... А он спрашивает фиша. И что? И конец игры. Типа, всё. Всё. Нет, конечно. Я даже не видел, брать тебе мудак. И там так нормально всё сделали. Ну, так тоже. Сюжет закручен уже. Какая-то свобода действий. Производили. По базе на мой. Можно было ходить, выяснять, что-то искать. Выполнять. И даже можно было выбрать, убивать. Ламберт или не убивать. 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 Заставить. Я уже не помню. На корабль завязаешь. Вот, типа, конец. И долго проходило прохождение. Вот пока вот не анонсировали вот этот вот последний. Вот. Финтерсел. Как он называется-то? Конспирайси? Конспирайси, что ли? Вот. Финтерсел. 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 Ну, в общем, вот этот последний. И он. Во-первых, сначала там бомжа хотели сделать с Финтерселла. Даже скриншот опубликовали. Ну, потом передумали. Хорошо, что ненормально так сделали. Вообще изменили всё нахуй. Всё нахуй. Вообще изменили систему боя. То есть сделали динамичную игру. То есть, а чтобы компенсировать, как бы, крутоту самую, как раз там крутым. А раньше тут дохло, но руки тряслись, нахуй. Больше не мог в голову попасть, нахуй. А кроватку всего за секунду выбивали. Вообще пиздец. Это пиздило и тупо было. А сейчас компенсировали количеством врагов. Там у них оружие и там и прочее. И сложноту игру. Но всё равно игру достаточно легко пройти. Даже на сложном уровне. А у нас просто лёгко очкажется. Но в одно время всё равно приятно играть. Какой-то крутой там, типа, всех валишь. Потому что убиваются реально. Тебя быстро убивают достаточно всё же. И ты всех валишь вот эту вот, добавить функцию. Которую мы сейчас уже копируем тумбик игр. Пометить, убить там, например, вот. Недавно скачал какое-то говно. Джеймс Бонд. У меня Джеймс Бонд вообще бесит, сука. Пиздец, блядь. Какой-то нахуй. Пузер какой-то, блядь, сука. Пидора, блядь. Который хуй знает чем занимается. И позорит нахуй всю нахуй шпионажу. У меня, блядь. Пиздец. Джеймс Бонд. Вообще, в песне Джеймс Бонд нахуй. Вообще, всё нахуй. Блядь, блядь. Блядь, блядь. У меня уже Джеймс Бонд нахуй бессил урод, блядь. Там вообще пиздец. Сделали ещё тот конец. Вообще не игру. Ещё более экшенную сделали. Там он бронежилет как-бы надевает и сбрасывает. Там этот эмпэеры. Тактический. Который свет врубал. И всех врубал тоже на время. И он начинает хреначить уже там. Всех уже подряд. Ну, ещё круче игра становится. И сюжет там. Мне этот сериал не нравится совершенно вообще. Что там прикольно, я не понимаю. Принцип самодействия. Пиздец нормальный, всё сделано так. Вообще всех выносит. Своих собратьев на всё свое отделение. Реально так охуевший такой чувак, блядь. Круты настоящего сделали наконец-то, блядь. Не то, что нахуй раньше. Там и гонки есть, где бежишь за киллером кого-то. Вообще так нормально. Шикарно играл, реально. И там... Действия очень понравилась. Урнуй в раке, это пиздец какое говно, блядь. Вот реально, говно помню. Урнуй в раке, свои тупости песни прежде всего. Я знаю просто. Вот так всё супер. То есть и как-нибудь с врагами можно расправляться, например. Я там, помню, всё прошло, но так и не дошло, что можно в заложники брать людей. Наверное, минус игры, скажи, что не объяснило, что так можно делать. С Питер Сел хорошая серия, блядь. Особенно хорошая подлинная часть. Мне намного раньше, когда он делал My Cry, блядь. Который мне писать, блядь. Вообще, там, три части первые прошёл, блядь. Плевался от него. Четвёртый тут даже не прошёл, блядь. Совсем не забрахала вообще-то. Просто С Питер Сел я вообще нахуй. Даже на Nintendo DS играл. Это, конечно, жуткое уёбище. Честно вам скажу ещё то, как что уёбышно выглядит. Это, ребята, надо видеть. Как это уёбышно управление и всё. На Gameboy не помню играл, по-моему, играл. Да, пиздец. Двухмерная вода. Питер Сел хорошая игра. Обязательно до последней части поиграть. Ещё даже губ не дает дополнительный кепротив добавили. Всякую фигню. Оружие надо покупать, зарабатывать на него. В общем, всё как надо. Реально прорыв. Вот эта последняя часть при этом села. И сюжет, и по графике, и по всему. То есть, наконец-то убрали там. Даже убрали очки, практически, можно сказать. Новые добавили, правда. Особо не такие полезные. Они уже ничего не напрягают. Он видит темноте. В общем, давайте создавайте канал Абдулла. Пихайте наши ролики. Свои пихайте. Можете говорить, что наши ролики ваше. В общем, мы ещё Абдулли. Абдулли, 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 Абдулли.